Причал для теплоходов, дебаркадер, лодочная станция. Пока все это на эскизах тутаевских архитекторов. Правый берег планируется благоустроить в соответствии с исторической идентичностью города. Именно это одно из главных условий комиссии Минстроя России, которая будет выбирать малые города и исторические поселения для благоустройства. Все у нас разработано непосредственно в контексте города. То есть основные три ключевых момента – это причал круизных теплоходов, значит, это грузопассажирский причал, на котором мы сейчас находимся. И это у нас спуск и подъем в Воскресенскому собору. На свое историческое место планируется вернуть дебаркадер, когда-то украшавший причал, реконструировать дом Политаева и построить пешеходные дорожки с беседками. Местные жители помнят, как все было не понаслышке. Они принимали участие в формировании проекта. Раньше пристань была, приезжали всегда туристы у нас были. И всегда они находятся, поэтому хотелось бы большего. В случае победы в общероссийском конкурсе Тутаев получит грант в размере 50 миллионов рублей. Администрация района также планирует привлечь к благоустройству частных инвесторов. Мы хотим создать эту территорию живой, запустить малый бизнес, чтобы было кому заботиться об этой территории, благоустраивать ее в дальнейшем. Мы хотим реализовать запускающий проект, который в принципе постигнет и туристическую привлекательность нашего города, и разовьет малый бизнес, ну и самое главное будет местом отдыха для наших жителей. До 27 апреля города-претенденты должны направить в Минстрой заявку на участие в конкурсе. Тутаев уже подготовил всю необходимую документацию. Свои проекты также направят Ростов, Переславль-Залецкий, Углич, Мышкин, Данилов и Гаврилов-Ям. По результатам Федеральная комиссия определит 80 победителей со всей страны. Александр Захаров, Евгений Бушуев. День в событиях.